Здравствуйте, уважаемые зрители и подписчики канала Бурят Монгол РФТ. В эфире наша традиционная рубрика «Разговоры по пятницам» – «Casual Fridays». Мы, ведущие Оксана и я, Раджана Дугарли-Конте, Оксана Даржиева, приветствуем сегодня нашего дорогого гостя. Это один из основателей бурятского национального движения второй волны, один из основателей бурят-монгольской партии – Игорь Пронькинов. Сань, пана! Я, в общем-то, хотела сказать, что я посмотрела многочисленные стримы с вами, и мне очень было интересно то, что вы рассказывали о движении бурятского, ну вот о партии и о том, как политика разворачивалась в те годы тогда. Да, и можно сказать, что вы реабилитировали в моих глазах наш бурятский народ, мне это серьезно. В последнее время очень грустно от того, что, ну вот о нашем нынешнем состоянии у бурятского народа, о нашем самосознании, но послушав вас, становится очень ясно, что были серьезные причины этому, и что были на самом деле у нас люди, которые пытались это изменить, но шансов у нас практически не было никаких. Поэтому нужно изменить эти условия, и тогда у нас все будет с этим хорошо. Ну, во всяком случае, не хуже, чем у других некоторых народов. Вот я всем рекомендую послушать эти стримы, они на канале Оренчина Гамбоева, один, значит, стрим был посвящен национальной идее бурятского народа, который предлагает Игорь, другие стримы посвящены, значит, рассказам о монгольской народной, бурятской народной партии и много нового другого. И, в общем, сегодня, собственно, мы хотели как раз вас спросить, рассказать нам подробнее, почему вы считаете, что сейчас настало время возрождения бурятской партии? Ну, я, во-первых, первое, что хотел сказать, что, во-первых, я тоже сейчас открыл канал свой, сейчас вот все видео, которые там есть со мной, я постараюсь в одно место собрать, потом ссылку отправлю. Это первое. Второе, я хотел бы вот еще раз Раджане высказать слава поддержки, потому что то, что сейчас творится в пространстве в интернете, да, конечно, ни в какие ворота не лезут. Переходить на личности в таких ситуациях – это совершенно недопустимо в такой грубой и непозволительной форме. Поэтому я хочу сказать Раджане, что мы все с вами, что вас поддерживаем, что против таких вот проявлений. Вот, и единственное, что я еще хотел сказать, что, ну, вот мы все стали так или иначе, все стали публичными людьми, раз занялись политикой, и поэтому вот такие вот рода, скажем так, наезды, да, как говорят, они будут постоянно регулярны. То есть тут и по мне тут в интернете проходили, там и в комментариях, и всякое разное. Так что, как говорится, к этому надо просто относиться более спокойно. Это во-первых. Во-вторых, я хотел бы все-таки, чтобы мы относились друг к другу более терпимо, потому что нас не так много, ну, скажем, даже активистов, да, которые будут что-то делали, вот, и поэтому каждый человек у нас для нас ценен, мы все штучный товар, вот, поэтому вот в этом смысле я хотел сказать. Что же касается ситуации с нынешней ситуацией вокруг бурятского народа, вокруг республики Бурятия, я бы все-таки хотел сказать, что, во-первых, мы все не сомневаемся, что все-таки независимость Бурятии – это не такой уж долгий процесс, это очень достаточно быстро все произойдет в течение буквально нескольких лет, вот, и, соответственно, нам надо к этому готовиться очень активно, и существуют разные направления, в которых мы должны подготовиться. Ну, это первое, что я хотел сказать, это то, что я вот эти стримы проводил, уже не раз говорил, но я хотел бы все-таки напомнить. Прежде всего, нам нужно необходимо не только сформулировать, да, но и, как бы, чтобы она, идея, зашла, как говорится, в народ, это сформулировать национальную идею. Вот я еще раз говорю, мало ее сформулировать, нужно еще и распространить, чтобы эта идея охватила массы, как Ленин говорил, да. Вот, поэтому я кратенько расскажу про национальную идею. В 90-м году, когда мы создали Бурят-Монгольскую Народную Партию, Бурят-Монголы РДН, сразу стал вопрос о том, что какая национальная идея у Бурят. И мы, к сожалению, тогда не смогли ее сформулировать, и этот процесс занял у меня, например, достаточно длительное время. Вот, и я не буду тогда в подробности вдаваться, так вот быстренько пробегусь и просто саму идею выскажу сразу. Так или иначе, разными путями, я пришел к выводу, к мысли о том, что, ну, во-первых, то, что буряты живут вокруг Байкала на протяжении не одного века, это очевидно. Ученые уже все это дело доказали. Вот, и пришла, само собой, пришла мысль о том, что буряты не просто так живут на берегах Байкала, что мы являемся действительными хранителями Байкала, что мы действительно поставлены, ну, с одной судьбой, Богом, да, ну, как хотите, да. Вот, сохранять, сохранять Байкал. И в этом наша миссия, да, перед сущим, перед Богом, перед Вселенной, перед Землей, перед всем человечеством. Просто мы на сегодняшний день не осознаем эту свою миссию, пока не осознаем. И я так полагаю, что, я уверен в этом, что будущий бурят, оно напрямую связано с судьбой Байкала. Но если мы сможем найти в себе силы консолидироваться, определиться и начать непосредственно работу в области сохранения, защиты сохранения Байкала, мы тем самым сохраним свой народ. Для того, чтобы сохранить Байкал, нужно сохранить бурят. Для того, чтобы сохранить бурят, нужно сохранить язык, культуру, традиции, обычаи и так далее, да. То есть эти вещи связаны между собой очень плотно. Но здесь есть другой момент, что защита охраны озера Байкал – это как бы ключевой момент, но не единственный. Я вот недавно в Фейсбуке опубликовал документы, которые у меня остались, фотографии у Байкал-Монгольской народной партии. И это вызвало такой достаточно живой интерес. И начали интересоваться люди, а вот она рабочая, работает или не работает, эта партия. И сразу возникла такая идея – возродить партию. Но возродить ее, понятно, что просто там ради возрождения смысла нет. То есть в это надо вкладывать определенный смысл. Что мы хотим тем самым добиться. Ну, первое, что приходит на ум, что любая партия, которая в любой стране существует, она все равно борется за власть. Любая партия создается для того, чтобы люди, привержившиеся какой-то идее и какой-то идеологии, зашли во власть. Это нормальное явление, это демократический процесс. Поэтому в связи с этим сразу надо сказать, что возрождение партии – это подготовка к независимости республики. То есть как только мы получим независимость, сразу встанет вопрос, а как проводить выборы, как формировать парламент. Мы же не можем сказать, что давайте те, кто в Единую Россию входил, давайте опять партию Единой России, Единую Боряки возрождайте и так далее. То есть совершенно очевидно, что нужны новые партии. Поэтому возрождение Бурят-Монгольской Народной Партии я вот рассматриваю именно в этом ключе, как подготовку уже к действиям, которые будут происходить уже после независимости Бурятии. Когда мы будем формировать правительство, когда мы будем формировать парламент. Сейчас у нас есть время для того, чтобы подготовиться к этой ситуации. Ну, во-первых, совершенно очевидно, что как только Россия распадется, Бурятия получит независимость, мы какое-то время вынуждены будем работать по тем законам, которые, ну, по российским законам. То есть невозможно полностью все законодательство убрать в один день. Но в этом законодательстве, которое вот российское останется на наследство, будет целый ряд законов, которые нужно менять очень быстро. Ну, допустим, такие как Конституция Республики Бурятия, выборы там президента, парламента и так далее и тому подобное. В том числе такой закон, который, ну, первоочередной, да, это борьба с коррупцией и противодействие олигархам, да. То есть это очень такой ключевой закон, без которого невозможно начинать строительство государства, да, потому что мы сразу погрязнем в коррупции, во взятках и так далее. И вся эта идея может благополучно закончиться на этом. Поэтому целый ряд законов, которые надо сейчас уже готовить, чтобы они к независимости были готовы. Вот у нас есть возможность сейчас изучить мировой опыт, подружиться там или установить какие-то связи, контакты с парламентами разных стран, да, посмотреть, обменяться опытом, ну, как бы там, обучить своих людей, членов партии, какой-то парламентской работе. Потому что тот парламентский опыт, который на сегодняшний день есть в Бурятии от наших депутатов, он нам не подходит, он не годится. Потому что там депутаты занимались только решением своих личных проблем, да, каких-то серьезных законов они не принимали, потому что все принималось на уровне России. Все законы спускались в республику и все, и как бы там работы-то особой не было. Поэтому мы должны серьезно готовиться к этой деятельности, вот, изучить эту тему, посмотреть, как лучше сделать так, чтобы вот партия могла работать. Вот здесь есть еще второй момент, вот, в функционировании партии, потому что я же до этого сказал, и в принципе это очевидная вещь, что любая партия должна иметь какую-то идеологию. Возникает вопрос, а какую идеологию вот должна нести, говорят, монгольская народная партия, да, что мы должны вот в углового угла ставить. Ну и здесь тоже очевидно, что у нас есть то наследие, которое нам досталось от предков, да, от наших кочевых предков. То есть мы кочевники, вот, и вот это мировоззрение кочевников, мировоззрение кочевников, да, это то, что является сутью нашего, нашего, нас, да, как народа, как нации, да, вот. И, соответственно, я сегодняшний день вижу, что мы должны вот эти ценности кочевого образа жизни, кочевой цивилизации проводить жизнь, да, как бы эти идеи доносить до людей и оформлять их законодательно, и так, чтобы наше государство функционировало в соответствии с этими ценностями, будем так говорить. Вот, поэтому первое, что приходит, конечно, в этом смысле, да, это самая основная ценность наша у кочевых цивилизаций – это свобода. Свобода – это ключевое понятие, оно именно выходит, вытекает именно из кочевого образа жизни, потому что кочевник свободен, он может перемещаться куда угодно, он не привязан к конкретному месту, да. И в этом смысле вот у меня вот этот наш художник, Баир Тайсаев, да, знаменитый, он как говорил, у меня, говорит, трехкомнатная квартира, я в одну из комнат могу месяцами не заходить. Это не значит, что это не моя квартира. То же самое он говорил, говорит, то же самое и относится к территориям, да, и Агинский округ, и Усердинский округ – это моя квартира. И Монголия, и внутренняя Монголия, вся Центральная Азия, вся Степная Центральная Азия – это вся моя квартира. Я вот в Центральной Азии чувствую себя дома, в любом месте, да, я в любое место могу прийти и считать это своим домом. Это не значит, что вот дом – это вот кусочек земли, там, пять соток, и все, это мое, и все, да. Вот это противоречит мировоззрению кочевников. Поэтому свободы – это самая основная ценность, которая есть у кочевников. Второй момент – это демократия. То есть, та степная демократия, которую исповедовали наши предки, она отличалась от демократии европейской, да. У нас же, это известно, ханов выбирали. То есть, они не передавали, вот, вот, власть не передавали по наследству, как в Европе, допустим, короли, там, цари и так далее, да. Если хам не нравился, от него уходили. Да, они выбирали все. Поэтому это называется власть достойных, да, выбирали достойного. Это не обязательно был, там, прямой потомок, допустим, там, сын, там, или внук, да, это, может, мог быть, племянником, там, еще кем-то, да. То есть, выбирали лучшего, самого достойного. И это такая демократия, она была очень развитой, и она имела свои, как говорится, там, нюансы, свои проявления. Поэтому демократия – это второе, на чем держатся вот кочевые цивилизации. Ну, и третье – это, на мой взгляд, это защита прав людей, да. То есть, у нас известно, общеизвестно, что в кочевых цивилизациях, ну, особое отношение было, допустим, детям и старикам, да. То есть, не было сирот, например, да. То есть, если ребенок по тем или иным причинам оставался сиротой, его обязательно брали либо ближайшие родственники, либо дальние родственники, либо вообще там посторонние люди брали и обязательно усыновляли, да, там, удочеряли. Вот то же самое касательно стариков. Если старики в старости вдруг оставались одни, все равно родственники там или кто-то там, суплеменники, они все равно его брали к себе, обустраивали, кормили, поили и так далее. То есть, особое отношение к детям и старикам, да, это основа, это фундамент вот кочевой цивилизации. То же самое в отношении к женщин, да. То есть, женщина никогда в кочевых цивилизациях не играла такую второстепенную роль, да. Никогда не была там забитой, там, зашуганной, да, или там выполняла роль там рабыни какой-то. Равноправные отношения, да. То есть, женщина была для мужчины, это друг, товарищ, старатник, да, вот. И женщины принимали очень активное участие в жизни вот своей семьи, своего рода и так далее. Даже вот Чингисхан, когда проводил вот эти семейные военные советы, обязательно в порядке приглашал на эти советы женщин, да. И считалось, что присутствие женщин на военном там семейном совете, оно позволяет получить более взвешенные, более правильные решения, да. То есть, мужики, одни мужики, они, как бы, немножко так односторонне подходили к вопросам, да. А присутствие женщины обязательно вносило какие-то коррективы, уточняло вот эти события. Поэтому женщины очень активно принимали участие всегда. Это тоже фишка, скажем так, к счевых цивилизаций. Вот, поэтому вот хотя бы начиная, вот опираясь хотя бы на эти первые первоначальные какие-то там представления, да, мы можем выстроить некую такую идеологию, да. Идеологию, которую мы можем распространять, да, и поддерживать ее законодательно и так далее. Здесь надо сказать следующее, что на сегодняшний день ситуацию борят монгольского народа, вот, который мы говорим тяжелый, да, вот мы там потеряли свой путь, допустим, там, как говорят, сутьхилда, молда, там, еще что-то, да. На мой взгляд, опять же, очень сильно связаны с тем, что, как бы, вот наши внутренние, мы, как кочевники, мы другие, отличаемся от отседлых, да. Я вот привожу такой пример, который у меня лично со мной случился, у нас в Лануде, то есть у нас там есть, если ехать в район, по-моему, в сторону Тарбагатая, там дорога, делают такой резкий, достаточный поворот, и открывает такая очень красивый панорама, такое поле, лес там вдалеке. И вот получилось так, что я вот мимо этого места проезжал два дня подряд, один раз у меня в машине были одни русские, кроме меня, другой раз были только буряты. Так вот, первый день едем, русские в машине, поворот открывает, эта панорама, и парень все такие, ох, как там красиво, да, там все, и один парень говорит, вот бы здесь землю пахать. На другой день едем с бурятами, то же самое, картину открывает все, все, ох, от восхищения, да, и один парень говорит, вот здесь бы скот пасти. Причем оба городские, в сельской местности не жили, один там никогда землю не пахал, другой никогда скот не пахал, да. Но у них уже на уровне генетики, на уровне архитектуры записывают, да, что земля, один ее видит как паху, другой видит как пастбище, понимаете. То есть мы разные, изначально разные, у нас мироощущение разное, но другое. И на сегодняшний день одна из серьезных таких проблем в бурят, это то, что у нас не дают вот это вот наши сути прорасти. Вот это давление со стороны оседлых цивилизаций, да, вот и всякие различные рода нарративы, которые нам не, как бы, чужды, не нравятся, да. Они не дают прорасти вот этому нашему национальному, да, вот нашему природному, нашему естеству, что называется, да. И возникает такой-то внутренний конфликт, да. Ну, вы, наверное, видели, вот если, скажем так, иногда бывает, там, камень поднимешь, там, или какую-нибудь там доску, там, еще что-то закрывало траву, да. И трава, которая под камнем, да, она такая белесая, такие вот кривые, такие вот эти стебельки у них, вот такие вот, они такие, ну, нездоровые, да. Вот, да, вот это нынешнее состояние души у бурят, то есть находящееся под гнетом, под тяжестью других каких-то чужих, навязанных нарративов, представлений, да, вот это наше внутреннее, оно искажается, оно извращается. Вот, и в этом смысле я хочу сказать, что есть такой яркий пример, да, ну, иллюстрирующий это. У нас вот в советское время в Бурятии, в Кижинге был такой художник Ачиров, да, я не помню, как его звали, Ачиров фамилия, по-моему. Вот он рисовал, рисовал очень интересные такие картины, ну, небольшие, на альбомных листах, шариковые ручки, он рисовал бурят, да, вот, бытовые где-то сценки и так далее, причем он бурят рисовал такие, немножко в гротеском таком стиле, да, там, искаженные пропорции, там, какие-то там, не знаю, там, бородавские, там, еще что-то такие-то, такие вот, вот. И многим это не нравилось, так, ну, что так некрасиво рисуешь? А я так представляю, что он вот нашу суть отражал, вот эту нашу искаженную, да, и такую искаженную, неправильную такую нашу внутреннее, да, наше внутреннее состояние, этот внутренний конфликт он таким образом показывал. И буряты, когда смотрят на эту картину, у них вот происходит резонанс, они ощущают, да, что это свое, это наше, это наше состояние такое, немножко неправильное, искаженное, да. Вот в том числе это можно, наверное, сказать, к творчеству Дашином Дакова, да, ведь у него какие-то такие вот непонятные пропорции, такие тонкие ноги, вытянутые тела, и там пропорции не совсем правильные, да. Совершенно очевидно, что вот живых таких существ таких не бывает, да, это все какое-то такое искусственное, да, какое-то такое немножко... Ну, в его существо, мне кажется, да, будем так говорить, да, какое-то такое... Да, и вот это тоже проявление внутреннего состояния бурят. Почему, скажем, вот творчество Дашином Дакова не особо популярно в Монголии? Потому что монголы, они, у них нет внутреннего конфликта, да, они свободны от этих вещей, да, они не понимают таких вот того, что возникает в душе у бурята, когда он смотрит на творчество, там, Ачирова, допустим, или Номдакова, да. То есть они тем самым средствами искусства проявляют вот этот внутренний наш конфликт, внутреннюю нашу искаженность, внутреннюю нашу, ну, там, скажем так, неправильность, да, внутреннюю нашу какую-то искусственность в определенном смысле, да. Но на самом деле мы-то деградировали не только буряты, вообще вся страна деградировала, и буряты вместе с ними. То же самое можно сказать и про русский народ, конечно же, как бы. Есть люди, какая ситуация получилась? Они потеряли тоже свою душу, да, что такое русская культура, да, сегодня, что такое, что, какие скрепы вообще нам предлагаются, кроме ненависти? Кроме ненависти ко всему миру. Нету, то есть поэтому в нашей стране нация не состоялась, и поэтому она разваливается. Как сказал один из гостей нашей рубрики, когда, значит, идея, империя, значит, разрушается в головах, то она и разрушается на самом деле. Так на самом деле нету никакой настоящей нации, никаких истинных идей, которые бы нас скрепляли. И поэтому русскому народу в том числе тоже предстоит искать себя, найти себя заново, да. И также нам, бурятам, нужно вернуться к своим корням, потому что мы себя потеряли вот в этой стране, и вот после всех этих репрессий и так далее. Вот, ну, извините, я бы. Не то, что мы такие, да. В русских тоже есть внутренний конфликт, да, но я сейчас не буду об этом рассказывать, это может быть отдельно потом. Просто я хочу сказать, что вот в этом конфликте между бурятами и русскими, да, вот эта ситуация, противостояние, будем так говорить, да, у нас противостояние не просто между бурятами и русскими, это противостояние между цивилизациями, это цивилизационный конфликт. С одной стороны оседлая цивилизация, с другой стороны кочевая цивилизация. Мы отличаемся не только внешне, да, или, допустим, языком или культурой. У нас другое восприятие мира, мироощущение, миропонимание, разное. Вот если, допустим, рассматривать конфликт между русскими и украинцами, да, там цивилизационного такого конфликта нету, потому что они принадлежат не только одной цивилизации, да, они принадлежат фактически, ну, по большому счету, ну, и те, и другие славяне, да, у них язык похожий, и культура похожа, и так далее. Там просто один большой решил маленького одного съесть, да, грубо говоря, присоединить к себе, да, и не получается. Там нету такой глубины конфликта, который есть вот между бурятами и русскими, да, потому что это не просто, я говорю, конфликт между двумя народами, да, это конфликт между двумя цивилизациями. И когда мы говорим там русский мир и монгольский мир, мы представим не только монгольский мир или бурятский мир, да, мы представляем вообще мир кочевой, как таковой, да, то есть который не замыкается только на Бурятии или, допустим, там, Монголии, да, он гораздо шире и гораздо больше. Вот, и поэтому последствия вот этих вот такого конфликта, да, и то, что нам вот не просто там вот пришли и сказали, захватили, да, нам навязали другую идеологию, другие нарративы напихали, да, то есть другое отношение к жизни. Вот, допустим, у меня такой пример еще тоже есть. Я как-то разговаривал с одним, ну, родственником из Агинска, он приехал и такой хвастается. Он говорит, что наши агинчане там вот какие-то знакомые, такие приемчивые, такие хитрые ребята, вот надо было, дрова нужны были, они пошли и лес подожгли. Потому что, когда лес живой, его на дрова не дают. Когда после пожара лес погиб, его можно выписать на дрова. И он такой, значит, жутко радостный и довольный, да, что вот какие очень приемчивые, какие умные ребята наши, да, взяли подожгли. Я говорю, а почему вы поджигаете лес? Ну, это же не наш лес, он говорит, это же государственный. Да, то есть у людей, вот они разговаривают на бурятском языке, носят бурятскую одежду, знают обычаи, традиции, да. Но у них уже мировоззрение другое. Они чувствуют себя хозяевами, да, на земле стоят. У них мировоззрение вот этого своего двора, который с забором огорожен, за пределами забора уже все не мое. А мы же говорим о другом, что мировоззрение кочевников, это когда весь мир, это мой мир, да, это наш мир. И мы должны в нем вести себя как дома. Даже вот когда, известная вещь, когда войска Чингисхана перемещались во время своих походов, в обязательном порядке специальные люди проверяли, в каком состоянии оставили тот участок земли, где ночевали, квартировали солдаты, да, вот, воины. Если там находили мусор, там, или еще что-то, да, их наказывали. То же самое любой кочевник, когда он съезжал с места, да, он убирал за собой. Он не вставлял мусор, он не вставлял там бардак и так далее. Потому что у кочевника отношение к миру, оно другое, чем у нас всех. Мы вот это потеряли. Мы потеряли свое миропонимание, мироощущение, да. Но нам нарезали другие вот эти какие-то чуждые нам совершенно представления о мире. Вот в этом проблема. Вот если взять... Прошу прощения, я хочу вклиниться тоже. Вот мы уже не кочевники, да, по большому счету. Кочевая культура, кочевое мироощущение, оно вместе с кочевым хозяйством. В принципе, оно связано с кочевым хозяйством. А нас в свое время советская власть отучила от кочевания. Ну, например, вот западные буряты, они, как бы у них было отгонное скотоводство, то есть летники, зимники, да. У них это более-менее вот сейчас вот, если вы говорите о восточных бурятах, то вот в принципе вот это тоже сейчас как бы восстанавливается. Потому что я, например, бывала, да, там в Коринском, районе в Кирингенском, там люди переезжают на заимки. То есть есть как бы вот, ну как, зимники, да, и есть еще заимки. И вот как-то люди вот, ну, восстанавливают, так скажем, свое поголовье скота таким образом. Но вот такого классического, да, кочевания, как в Монголии, у нас нету. И как, каким образом тогда мы можем восстановить вот этот наш этос кочевой? И вот, ну, как бы восстановить эти ценности? Как вы это видите? Ну, я, очень хороший вопрос, спасибо за вопрос, потому что этот вопрос обязательно возникает, как только вот сталкиваешься с этой нынешней ситуацией. По моим представлениям, да, не важно, мы живем мы в городе или не живем в городе, занимаемся мы скотоводством или не занимаемся скотоводством, да, там, в том числе отгонным, да, все у нас в голове, да. То есть важно иметь мировоззрение, да, мировоззрение кочевников. А мировоззрение кочевников – это как раз от тех вещей, о которых я говорил, да. Это первое – это свобода. То есть мышление и мироощущение ничем не ограничены. Никакими заборами, там, двора, там, или города, там, городскими стенами и так далее, как есть, допустим, у оседлых цивилизаций. То есть надо воспитывать в людях прежде всего самое главное – это свободу мысли. То есть мы должны быть, воспитывать наших детей так, чтобы они чувствовали себя максимально свободными. То есть это, кстати говоря, является тоже одним из основных пунктов воспитания у кочевников, да. То есть дети абсолютно свободно воспитывались, то есть как бы, ну, как будто нас бросили там чуть ли не на произвол судьбы, да, там, сами там где-то чего-то там с барашками, с собаками на улице. Это только видимая такая часть, потому что все равно за детьми наблюдали, смотрели там, как там подстраховывали, да. Но ребенок в кочевых цивилизациях, да, до пяти, до шести лет обладал максимальной свободой. Вот у меня, я помню, в интернете где-то прочитал, такой случай описывается, женщина русская, вот, каким-то образом жила в Японии. И вот она, говорит, зашла в парикмахерскую, ну, тоже что-то там, то ли очередь сдала, то ли, значит, там еще что-то было. И вот, говорит, зашла женщина-японка с дочерью, а дочка там где-то года три-четыре ей, вот. И сама мама села, села, значит, ей то ли прическу делали, то ли чего, ну, там, неважно уже, да. А ребенок сидит, играет. Так, у чего играет он? Он подошел там к тремо, да, вот к тремо, и там выставлена вся косметика, парфюмерия, того сего. Она давала все баночки открывать, на себя намазывать, там, помады, тени того-сего, там, крема всякие разные, извазюкалась вся, да, там, платье все испачкала, все это дело перевернула там, да. И вот эта русская сидит, я бы сижу, киплю, да. Вот я бы подбежала бы, говорит, надавала, нашлепала ей по заднице, да. А эта мать ее, ну, ну, внимания, парикмахерство тоже, ну, внимания. Ребенок играет, это важнее. Важнее, там, этой косметики, важнее, там, этого платья, там, загубленного и так далее. То есть, то, что делает ребенок, да, это важнее. Если там оставили эту косметику, значит, ребенок может подойти и пользоваться ей, ну, играть ей. Если бы они не хотели, чтобы ребенок этим, да, и убрали бы эту косметику, да, грубо говоря, да. То есть, вот у японцев частично вот этого сохранилось, вот это вот воспитание. В Монголии то же самое. Там ребенок до пяти лет, до шести лет, да, он царь и бог, он делает все, что хочет. Если идут навстречу, допустим, взрослый ребенок, маленький, да, то взрослый вступает в дорогу, не ребенок, взрослый. Потому что ребенок идет по своим надобностям. И эти надобности важнее, чем надобность взрослого человека. Понимаете, какая вещь. То есть, максимальная свобода, она воспитывается в голове. То есть, мы должны создать такую систему образования, воспитания и образования, да, чтобы максимально вот эту вот свободу в детях воспитать. И самих взрослых тоже. Потому что мы настолько даже, вот мы выросли в этом, в этой стране, да, у нас столько запретов в голове, столько таких вот у них туда не ходи, сюда не ходи, да. То есть, избавляться и отбавляться от этого. Понимаете, какая вещь идет. Вот. А дальше уже, когда вот после шести лет, там у детей должны воспитываться в ответственность. То есть, дети должны нести ответственность за свои действия. То есть, он должен понимать, что любое действие, которое он делает, да, оно несет последствия. Вот эта ответственность, она должна тоже воспитываться, она должна быть внутри, в крови. То есть, человек должен понимать, что его действие, да, его свобода, да, она никем не ограничена, кроме теми последствиями, которые пойдут за его действием. Понимаете, а как? Вот. Вот это воспитание тоже должно в этом заключаться. Поэтому, когда мы начинаем говорить о таких вещах, как национальная идея, национальная идеология, мы выходим в обязательном порядке, мы выходим на образование, на воспитание не только детей, не только взрослых, но и детей в первую очередь. Потому что я так подозреваю, что многих взрослых уже не переделать. Возраст у нас такой уже, и молодежь не всегда можно переделать. И начинать нужно, конечно, с детей. И нам нужно понимание, как это делать, каким образом идти. То есть перед тем же самым учителями, педагогами, мы должны поставить конкретную задачу. Создайте нам такую методику, чтобы мы получили вот такой-то результат. Не нужно там японскую методику бурят внедрять или китайскую. Эти методики, они хороши для Японии и для Китая. Нам нужно создать систему воспитания, опираясь на наши традиции, чисто для бурят монгол. Есть, например, такой метод языковых гнезд. И он впервые, по-моему, был внедрён на Гавайях. Там идея была такая, что чтобы детей научить языку гавайскому, нужно, чтобы они с самого, как бы, с ясельного возраста были погружены в эту среду. И эта среда отсутствовала, как сейчас, в принципе, и у нас. И поэтому собрали стариков из деревьев. И вот в этих деревьев они организовали такие детские сады, где воспитателем и выступали старики, которые общались чисто на гавайском языке с детьми, учили их свои, ну, сказки рассказывали, там, песенки разучивали и в игры играли. И таким образом, как раз-таки, вот эта вот идея, то есть, когда вот не было детских садов, то этой функцией, да, воспитания занимались как раз старики традиционных обществах. И точно то же самое и у нас. Например, если ребёнок жил в бурятской семье в городе, и у него, например, была бабушка, бабушка, дедушка, и вот бабушка, например, она чисто по-бурятски с ним говорила, то ребёнок, в принципе, потом говорил на бурятском языке. То же самое происходило. Совершенно верно. Я думаю, что вот как раз... Полно хороших систем, да. Да, полно таких систем. Я думаю, что это... Мы действительно, если уж говорить до образовательной системы, да, нашего нового государства, конечно, мы должны подходить от тоталитарной системы советского образования, которое было нам навязано, в ней были свои плюсы, да, потому что, в принципе, по качеству образование было хорошее, но в то же время вот эти вот идеологические установки, да, тоталитарные, они давали о себе знать, и нам нужно как-то от этого отходить. Я думаю, действительно, в принципе, об этом, конечно, нужно думать. Ну, вот относительно стариков, мы вот в Бурятии пытались мы там с друзьями, товарищами создать такую ситуацию, когда вот у нас вот была партия пенсионеров, да, вот. И мы обратились к пенсионерам, чтобы вот те, кто знает бурятский язык, старики, да, ну, многих нет, собственно, внуков будем так говорить, да, им интересно с детьми пообщаться, да, чтобы они, ну, приходили, допустим, в семьи, где нету дедушек, бабушек, да, и общались с детьми, там, как-то учили их в том числе языку. Но мы столкнулись с ситуацией, что у нас нынешние дедушки, бабушки, они сами языка не знают, сами традиции не знают, вот. Особенно те, которые выросли в городе, да, у них самих учить надо. Вот я вот пример такой маленький приведу, там одна бабушка, ребенок учился в лицее, вот, в Бурятском национальном лицее номер один, да, и вот бабушка помогала ему делать задания, да, и впервые узнала, что ежик, ежик по-бурятски заря, да. И она там всем подружкам, вы знаете, как ежик по-бурятски называется? Я вот до 80 лет дожила и первый раз узнала, что ежик по-бурятски заря. То есть ребенок, внук обучался в школе, да, он ее в бурятскому языку обучал. Обратный процесс, как говорится, да. Поэтому, конечно, безусловно, нам надо изучать мировой опыт, безусловно, есть какие-то примеры, возможно, отдельные, возможно, целые системы, которые в той или иной форме, в той или иной степени могут быть нам полезными. Вот сейчас информации стало столько много, да, что давать знания потеряло смысл. На сегодняшний день детям нужно давать навыки поиска информации, да, навыки анализа, навыки планирования и так далее, да. То есть просто я хочу сказать, что у нас очень много проблем, которые тянутся друг за другом, как цепочка. Да, это то же самое, можно сказать, в какой-то степени про экономику, к примеру, да, там тоже очень много можно найти каких-то параллелей. То же самое касательно каких-то там, то же самое, здравоохранение, к примеру, да. То есть нынешний момент совершенно очевиден, что западная система здравоохранения, она тоже не идеальная, да. Кроме того, существуют альтернативные, допустим, восточные медицины, которые на сегодняшний день в России, например, фактически под запретом находятся, да. И так далее. То есть там подходы совершенно другие, те, которые наши предки как бы исповедовали, да. Вот поэтому вот это тоже требует своего подхода, своего изучения и получения каких-то результатов, да. И какую сферу не возьми, оказывается, что там у нас все это было по-другому, да. У нас какие-то были альтернативные подходы, альтернативные пути, альтернативное понимание, исходящее из нашего мироощущения, нашего миропонимания. Видите, как в чем? Поэтому нам вот это нужно ухватить, да, вот эту суть свою, да. Как вот наши предки и вот воспринимали все это весь окружающий мир, да. Как они к этому миру относились? Какое место человек занимал в этом мире, да. Вот это важно, вот это, вот это есть основа идеологии. Если мы это поймем и сможем это все это дело передать своим детям, да, внукам, да, отрастающим поколениям, тогда у нас и будет историческая перспектива. Тогда мы можем надеяться, что когда-то, через сколько-то лет, мы вот эти все негативные процессы, которые у нас сейчас есть в Боряцком народе, сможем как-то нивелировать, как-то это нейтрализовать и так далее. И дальше нормально, спокойно развиваться. Вот об этом идет речь. Поэтому... Простите, к вопросу о бурят-монгольской партии. Вот, то есть в 80-е годы, когда, то есть в 90-м году, когда была организована партия, вообще, как возникла эта идея, и что вдохновило вас, создателей партии, на организацию эту? Ну, я могу сказать за себя, я про себя буду рассказывать. Получилось так, что я вот в 89-м году пришел в политику вообще. В то время как раз была перестройка в стране, да, и был так называемый Народный фронт в защиту перестройки. Почему? Потому что перестройка, на перестройку стали нападки совершать там различные уровни чиновники, партийные деятели и так далее, и так далее. Говорили, что это не нужно, все это дело прекратить, да. Ну, вот, создали Народный фронт в защиту перестройки, потому что вот демократизация, гласность и так далее, и так далее, это народу очень нравился. Вот. И в 89-м году были первые в СССР альтернативные выборы. То есть до этого было как? Один кандидат выдвигался, все, и за него голосовали. То есть даже там пункта против не было, только за. Вот галочку поставил, и все. То есть, ну, формальность такая. И в 89-м году впервые в СССР провели альтернативные выборы, когда можно было выдвигать несколько кандидатов. Когда как раз вот Сергей Герасимов Шнабхаев победил, да, я как раз в его команде был, за него агитировал, и там во время выборов там наблюдателем на участке был. Вот. И после того, как выборы прошли, вот он и второй там депутат наш, они создали городской клуб избирателей. Вот как раз из городского клуба избирателей начали потом появляться партии. И вот так как я уже имел какое-то отношение к политике, я тогда уже понял, да, что надо создавать национальную партию. Пока я не знал, как создавать, чего создавать, но знал, что и чувствовал, что надо. Надо создавать национальную партию. И как раз вот я как-то встретился с Фомутаемом Владимиром Андреевичем, ну, в улице там встретились случайно. Я ему говорю, слушай, говорю, Володя, нужно вот партию национальную создавать. Он говорит, да, вот тут уже есть группа людей, которые вот национальную партию создают. Давай я тебя с ними познакомлю. И он меня привел на одно из собраний, где вот обсуждался вопрос о создании Братмонгольской народной партии. А я, вы знаете, предлагаю, у Игоря очень много интересных уже стримов, отдельных вот историй. Мне кажется, сегодня, кому интересно, они могут посмотреть, мне кажется, ну, все подробнее, как это, в хронологии все. А мы можем сегодня конкретно по возрождению. Каким образом вы видите, ну, практически, какие шаги мы могли бы предпринять сейчас для того, чтобы вот собрать всех этих людей, которые... Понятно, что сейчас, конечно, те, кто в России сейчас находятся, они не могут пока этой деятельностью заниматься. Но как мы можем подготовить людей к этому? У меня еще дополнительный вопрос. Дополнительный вопрос. Вот есть две, я могу назвать две такие национальные партии, да, это Шенфейн и Индийский национальный конгресс. Вот какой из этих двух партий, наверное, может быть ближе в ряд монгольская? Ну, мне так сложно сразу сказать, потому что я про эти партии очень слабо осведомлен. Вот. Единственное, что я могу сказать следующее, что в этом направлении надо работать, да, а эту тему надо раскручивать, да, чтобы приобрести, во-первых, опыт, во-вторых, значит, собрать людей, которые могли бы стать вот дальнейшим костяком, как там депутатского корпуса, вот, а чтобы они сейчас какой-то опыт приобрели, установить связи вот с парламентами других стран, потому что мы самостоятельно в своей, как говорится, нам в своем этом, чтобы в соку не варились, мировые опыты надо использовать на полную катушку, что называется, не мы первые проходим по этому пути. Поэтому здесь очень важно вот учитывать международный опыт. Вот. Поэтому здесь это легко сказать, там вот взяли, возродили, да, и я, честно говоря, за голову схвасаюсь иногда, когда думаю, какие, какой объем работы надо сделать, даже сейчас, да, вот. Но опять же, эту работу надо делать, если мы не будем делать мы, ее за нас никто не сделает, да, вот. И еще раз тоже, еще несколько слов скажу. Если мы, например, мы пока еще не знаем, у нас будет президентская республика или парламентская, но я склоняюсь к тому, что все-таки парламентская, и если это так, то парламентская республика, это означает, что, значит, в нашем хурале должны быть различные фракции, да, партии. И те партии, которые сейчас в хурале, как вы справедливо отметили, этот хурал можно полностью распускать, вот, потому что он не является, в общем-то, как бы нормальным парламентом, это просто цель. Вот. Но это означает, что те партии, которые сейчас функционируют, они тоже, в принципе, будут распущены, потому что ни одна из этих партий не будет, ну, это как, в принципе, рассуждать о том, может ли в пост, как бы, нацистской Германии существовать партия нацистская, правильно? Да, конечно. Да, была проведена деноцификация, то же самое будет с партией «Единая Россия», там, «Справедливая Россия», та же самая КПРФ, ЛДПР, все эти партии нелегитимны. То есть, но если у нас будет парламент, это означает, что будут различные партии, тем не менее, они должны существовать, правильно? И вот одна из этих партий, она у нас уже, в общем-то, да, получается, у нас уже есть, как бы, проект этой, одной из партий, которую вы сейчас предлагаете. Что касается других, наверное, ну, как бы, у других людей могут возникнуть другие идеи. Нас это сейчас не интересует, но во всяком случае, хотя бы одна партия сейчас, как бы, ее контуры вырисовываются, что радует. Ну, вот мы знаем, что в Монголии, например, сейчас там, около 30 партий, да, то 4 парламентских. Вот, они, естественно, чем-то друг от друга отличаются, и я просто не знаю, чем и как. Вот, но у них тоже, видимо, какие-то свои есть приоритеты. Вот. Что же касается, вот, вы справедливо сказали, что те партии, которые вот сейчас, на сегодняшний день, в России есть, они нам никак не подходят, потому что они, во-первых, не несут никакой идеологии. То есть, это чисто чиновнические партии, да, за ними нет никаких идей, абсолютно, да. То есть, даже если они какие-то идеи провозглашают, это не значит, что эти идеи у них есть. Это раз. Это чисто карманные партии, это чисто партии, которые позволяли какой-то группе чиновников власть в руках иметь, а остальные как бы для антуража присутствовали, да. Никакой политической у них деятельности нормальной не велось. Вот. Что же касается свободное и независимое бурятие, я все-таки, лично я склонен считать, что все-таки это должна быть президентская республика, потому что первое лицо это в традициях кочевых цивилизаций, потому что, ну, везде существовал хан, и просто-напросто, как бы, ну, вот это чисто парламентская республика, она может, скажем так, не зайти, грубо говоря, да, населению. А то есть, должна быть персональная ответственность. То есть, есть человек, которого выбрали, и который несет за все ответственность, да. То есть, как бы, оно должно быть персоциализировано, да. То есть, конкретный человек должен быть, да. Это в дудьке нашего, нашего народа, в менталитете нашего народа. Другой вопрос, что, конечно, там должны быть соответствующие ограничения, там, контроль и так далее, и так подобное, чтобы у нас это не превратилось в какую-то автократию. Ну, кстати говоря, я, честно говоря, я считаю, что автократия нам не грозит в силу того, что у нас нету таких вот ярко выраженных, легко добываемых и ликвидных природных ресурсов, присев на которые, можно было заработать большие деньги и, как бы, создать свою собственную систему там безопасности, там, подавления народа и так далее. Мне кажется, автократия в Гурятии не грозит в силу того, что просто-напросто тут, как бы, разные силы могут быть равнозначны по мощности, по силе, да. Вот, поэтому демократия это наше все, да, но должен быть человек, который, вот, персонально, вот, за какой-то фронт работы отвечает. Но, опять же, это все дискуссионные вопросы, это все надо обсуждать и, вот, приводить какие-то аргументы, друг друга выслушивать, да, и, в конце концов, к какому-то пониманию приходить. Потому что это надо делать сейчас, мы же не можем потом это на ходу делать, да, там вот, независимость упала, мы будем... Вот, кстати говоря, вот, похожая ситуация же возникла, допустим, в Казахстане и Киргизии, да, то есть они оказались не готовы к своей независимости, у них не было абсолютно никаких обоснований, идеологических, там, философских, и так далее, и так далее. Вот сейчас только в Казахстане и Киргизстане через 30 лет независимости они приходят к пониманию, что вот надо какую-то идеологию, надо какой-то там, какие-то цели ставить. То есть первое время они боролись вот с последствиями вот этого распада, там, экономику как-то поднимали, того-сего, и было не до этого. Вот. Сейчас они всерьез этим занимаются, да, вот мы же знаем, что целый ряд там философов, ученых, там, общественных деятелей, они вплотную занимаются разработкой идеологии на сегодняшний день и в Киргизии, и в Казахстане. То есть это наши братья, которые идут по этому пути. Но у нас есть преимущество, что мы можем этим заняться сейчас, еще до получения независимости, чтобы не терять время, да, когда вот, то есть это все воплотить. Им же сейчас нужно вот эту систему ломать, потому что она уже стала коррупционной, там, обросла какими-то связями и так далее, и тому подобное, да, сломать это достаточно сложно. Когда уже все выросло, укрепилось, там, закостенело, можно сказать. А мы, когда будем начинать с нуля, да, у нас есть возможность построить сразу нормальное общество, да, самое главное, чтобы не было никакой коррупции. Это коррупция, которая разрушает, любое государство, сразу же. Можно забыть о национальных интересах и прочих-прочих делах сразу. Вот, кстати говоря, в этом смысле, видите, наверное, много таких примеров, как в Монголии, да, насколько там борются с коррупцией, сколько там у них скандалов коррупционных было, они все это дело вытаскивают наружу, потому что у них действительно независимые СМИ, которые не связаны с государством вообще никак, да, то есть они любой промах, любой этот сразу выясняют, вычищают и все это дело обнародуют. Поэтому нам тоже надо думать об этом, как нам создать нормальное гражданское общество, да, чтобы активность людей поднять. Сейчас вот много мы говорим, что вот, все должен решать народ, да, вот демократия, демократия. А наш народ, вот бурятский народ или народ республики Бурятия, они же не готовы к этому. Они, самое главное, не могут нести ответственность за свои действия. То есть у нас сколько таких примеров было, когда покупали, допустим, избиратели, там, за бутылку водку, там, за килограмм гречки. У них нет вот этого ответственности в голове, что их голос важен, но это будут иметь последствия для них в том числе, если они выберут не того, они, значит, плохо будут жить. Их интересует интерес сейчас, вот выпить водки, там, съесть, там, еще что-то, запустить чем-то, а то, что дальше будет, они не интересуют. Но мне кажется, это просто чисто политически просто у нас такая ситуация, что вообще все бесполезно, и вот эту депрессию я очень могу понять, потому что все бессмысленно, все ужасно, но если посмотреть на оппозицию, мне кажется, у нас, как раз, наша бурятская оппозиция, это как раз ярко демонстрирует, что у нас будет многопартийность, потому что у нас очень много этих групп инициативных, и их очень много, и они неохотно объединяются друг с другом, у каждой своя какая-то идея, да, и это замечательно, мне кажется, это вот как раз показывает, что у нас явно будет демократия, явно будет постоянно какая-то дискуссия и, ну, в нашем будущем королеве. Я согласен, я просто хотел сказать, что наше население, наше, ну, гражданское население тоже надо обучать демократии. Реабилитировать, там очень серьезная реабилитация будет, конечно. Вот допустим, скажем так, у нас же на сегодняшний день в России нет обязательного голосования, да, то есть захотел, пришел голосовать, не пришел, захотел, не пришел. В Турции, как будто неизвестно заранее вообще за кого, кто выиграет. Нет, я-то про другое хочу сказать. А в Турции, например, да, у них законодательство какое? Человек, гражданин, да, обязан голосовать. Это его долг как гражданина. Если человек не проголосовал, его штрафуют. То есть единственное, единственное оправдание этого нужно, это человек если в коме лежит. Они голосуют и в больницах, там, и где-то там в армии, еще где-то, да, либо ты в командировке где-то там. Они даже организуют избирательные участки в своих посольствах, консульствах по всему миру. То есть гражданин должен прийти и обязательно проголосовать. То есть в нем формируют эту гражданскую ответственность. Может быть, я добавлю про кое-что немножко. Вот я думаю, что нам важно провести очень качественную реформу сама органов самоуправления. Потому что на самом деле я думаю, что демократия она начинается не сверху, не от президента, не с президентских выборов, не с парламентских выборов, а с выборов местные органы власти. С выборов сельсовет, да, с выборов там с ОМОНный, но мы можем перевести как бы с ОМОНная Дума, да, то есть в смысле с ОМОНная там как СТОНая Дума или ХУРАУ. То есть нам надо, конечно, уходить от этих советов, да, и нам нужно как бы новую терминологию, но просто вот смысл в том, что органы самоуправления должны работать на, вот на низовом уровне. Я, например, точно знаю, что вот в Польше они очень хорошо работают. Мы, например, Оксана не дастся врать, да, мы когда ездили, например, у нас была учебная поездка, когда деятели бурятских неправительственных организаций ездили в Польшу и изучали опыт неправительств и некоммерческих польских организаций, и там мы воочию убедились, как хорошо работает вот как раз самоуправление там на уровне вот именно этих местных советов ГМИН. Они решают, у них есть финансирование, они решают такие вопросы, которые касаются жизни этой общины. И мы, например, когда мы изучали опыт, например, сохранения языков меньшинств, там очень многое как раз зависело от ГМИН, от именно от этих низовых органов самоуправления. И я думаю, что нам нужно даже не столько фокусироваться на вот именно этих высших органах, естественно, мы должны об этом думать, но мы должны прежде всего продумать, как нам провести качественную реформу самоуправления, потому что я знаю, что в России в 2000-х годах проводилась реформа самоуправления, и она кончилась ничем. А нам нужно, чтобы она работала. Ну, совершенно справедливо, я полностью соглашусь с такой точки зрения, потому что совершенно очевидно, что действительно все начинается с неба. И там же больше того, все-таки на местах люди лучше знают людей, своих односельчан, и там выборы идут более осмысленные. То есть, как правило, людей, которые идут, допустим, даже на уровень парламента, или, допустим, там на президента, редко кто знает лично. а в деревне, допустим, там в какой-то сельской местности, они выросли вместе, они знают, кто что стоит. И там у них, конечно, голосование идет более осмысленное. Вот. Поэтому, безусловно, большая часть, значительная часть, скажем так, нагрузки за жизнь и судьбу населения несут как раз низовые вот эти структуры, которые непосредственно каждый день работают с населением, с жителями, и так далее. Безусловно, это очень важное звено, и действительно нам нужно с этим работать. Можно я тут еще одну мысль скажу? Да, конечно. А вот когда мы говорили о том, что вот на сегодняшний день у бурят, у бурят-монголов вот есть какое-то такое искаженное, неправильное внутреннее состояние, внутренний конфликт, возникает вопрос, как с этим бороться, каким образом. и опять же в силу того, что буряты большей частью своей это люди с правополушарным мышлением, образным мышлением, то общаться с бурятами лучше языком искусства, языком образа. Почему я говорю, что люди на Чирова или там на Мудакова не реагируют, потому что они впадают в некий резонанс всех искусств. Поэтому у нас в этом плане как говорится поле непаханное. То есть вот этот соцреализм, который перешел к советское время, сейчас российскую действительность, они просто показывают некую картинку лакированную в действительности и всего лишь. Они не показывают, у них не стоит цель показать этот внутренний конфликт, его разрешить каким-то образом. Ну, например, взять наших двух режиссеров, которые один в Корее, другой в Монголии сидит, два Баира, Циренов и Уладая. То есть они, мне кажется, интуитивно понимают все возможности кино. Они стараются ставить предсовой целью поставить такое кино, сделать такое кино, чтобы оно как-то помогло нашему народу преодолеть этот внутренний конфликт. Другой вопрос, что у меня такое впечатление складывается, что они до конца не понимают, как это сделать, какими средствами, что один что-то там тыкается, что другой тыкается. Поэтому мне кажется, что вообще наше искусство, особенно изобразительное искусство, особенно кино в первую очередь, оно должно как-то помочь преодолеть этот внутренний конфликт, показать выход, куда идти. А выход только в одном. Надо избавляться от этих чуждых нам представлений, наратиус и прочих вещей, которые нам навязаны, чтобы можно было вот это внутреннее наше естество, вот это наше кочевой цивилизации, вот это монгольское естество, чтобы оно проросло, чтобы оно дало восходы. Безусловно, как только мы станем хозяевами снова на своей земле, как только мы сформируем свою национальную идею, как только наша история будет восстановлена, будут написаны настоящие учебники того, что происходило, это даст такой мощный импульс всем нашим людям искусства и культуры, не будет просто вот этих пластиковых да, вот этих просто ну для развлечения, да, вот запоет настоящая душа народа, люди будут вдохновлены просто историями наших героев, да, которые многие не знают, мы не знаем какие люди вообще, какие легендарные личности в нашей истории, и просто люди, если узнают эти истории, они будут настолько вдохновлены, и будет написано очень много спектаклей, и много книг, и драмы, и я уверена, это все расцветет просто пышно, просто сейчас это все, это закупорено, и все под гнетом, и вот когда вы говорите, вот это потоплено, просто потоплено в этой империи, и конечно же это все, этот родник, он как вырвется на свободу. Я тут вспомнил маленький факт, вот фактически получилось так, что в нынешней Монголии, она же тоже была под гнетом советского, как говорится, советского, советских там, советской идеологии, да, и когда вот в 91-м году, когда у них произошла революция, и начали развиваться как в демократических государствах, был такой маленький факт, у меня вот знакомый у Анбатери был, этот, Ачербак, он смеялся, говорит, у нас монголы бросились снимать кино, то есть они зарабатывали деньги, то есть привезут, говорит, куртки кожаные в Россию, продадут, заработают какие-то деньги и идут снимать кино, то есть куча было людей, которые пытались самостоятельно снимать кино, понятно, что большая часть из них сняла, как говорится, никому не нужное кино, никудышное, но из этой плеяды выросла, из этой кучи выросла целая плеяда монгольских режиссеров, монгольских операторов и так далее, то есть они те люди, которые нашли свой путь, и там, говорят, в массовом порядке, ну буквально каждый, чуть не каждый второй бегал снимал кино, это как раз к тому, чего вы говорите, как только появилась свобода, они сразу бросились в творчество, начали эту тему конечно, и в этом смысле видна разница между бурятами, мне обидно конечно такое сказать, но факт есть факт, и Саха-Якутия, вот этот феномен кино Саха-Якутия, какой он вообще, что они получают международные награды и так далее, это говорит о том, что у них дух народа он сейчас сильнее, в общем, они в своем, ну в таком положении изоляции им удалось гораздо лучше сохранить свою культуру и свой дух, и это выражается, да, объективные присутствия, конечно, у нас не будем об этом говорить, я еще раз хотел сказать о том, что на сегодняшний день нам очень важно привлечь к вот этой деятельности, которую сейчас мы ведем, да, идеологической как бы-то работе, вот непосредственно работе, допустим, с законопроектами там, или какими-то другими вещами, да, как можно более широкий круг людей, потому что понятно, что, допустим, мы втроем, скажем там, или что там, еще подключим еще троих, да, мы ничего не сделаем, да, здесь очень важно такое более массовое коллективное участие в этих вопросах, потому что вопросов действительно очень много, и одновременно заниматься всем мы не можем, да, вот каждый из нас, будем так говорить, поэтому мы должны какую-то область выбрать для себя и в этой области работать, но чтобы это все шло такой более-менее общем русле, да, вот, поэтому здесь очень важно вот эти все наши идеи, которые высказывались, высказывались в последнее время, их широко распространять, чтобы вот отклик был от людей, ну, прежде всего, конечно, это те, которые сейчас находятся в эмиграции, потому что они более свободны, они могут выражать свои идеи, свои мысли, вот в Бурятии, конечно, это сделать очень сложно, тяжело, мне вот в Бурятии позвонил там один, ну, молодой человек и говорит, по какому мессенджеру лучше с вами связаться, чтобы было безопасно, видите, как, то есть они сразу, они сразу, в первую очередь, как безопасно общаться для них, а вот мы можем спокойно общаться без каких-то ограничений. я думаю, в ближайшее время будет много уже проходить совместных каких-то конференций, встреч, я думаю, что может Доржо нам какие-то новости расскажет в ближайшее время тоже, потому что очень много ведь такой невидимой работы происходит, о которой мы, во-первых, не успеваем даже рассказывать, а во-вторых, ну, не все расскажешь тоже, и просто не обо всем можно говорить, да, не обо всем пока можно говорить, но сейчас действительно, как вы сказали, вот есть объективные обстоятельства, которые указывают на то, что события очень сильно будут ускоряться, это, во-первых, что Конгресс поддержал Украину, да, они будут уже конкретно добивать, значит, заканчивать с этой войной, поэтому у нас времени остается мало, во-вторых, в России наконец-то догоняет кризис этот, мы-то его ожидали, конечно, раньше, но так не бывает, вот сейчас Газпром отчитался о чистом убытке в 629 миллиардов рублей, то есть, ну, как бы, вот финансовый кризис, он конкретно вот сейчас будет, ну, проявиться, и вот все вот эти обстоятельства, и потом то, что вот деколониальные движения, они очень сильно окрепли и выросли, и, в общем, очень много параллельных процессов происходило все это время, я думаю, сейчас все наши усилия постепенно можно будет уже объединять и будут проходить какие-то вот уже конкретные мероприятия, потому что час икс может наступить внезапно, но, может быть, даже он не так быстро произойдет, но Россия будет впадать в кризис уже явно, и нам нужно действительно готовить. Кстати, вот вы упомянули страны Центральной Азии, что им взяло 30 лет, да, что сейчас они только начали заниматься деколомизацией сознания, там, и поиском своих национальных ценностей и так далее, и они сейчас нас тоже очень сильно поддерживают, предоставляют площадки нашим эмигрантам, дают им эфиры, да, на всех своих каналах, и они вот постоянно говорят о том, учитесь у нас и учитесь на наших ошибках тоже, и на них, в общем, у нас очень-очень много союзников, и Монголия, естественно, наша родная всегда рядом и всегда нас поддерживает, и все наши народы вдруг вспомнили, каким союзом они на самом деле принадлежат, там, тюркские, там, монгольские, и все, многочисленные горизонтальные связи, многочисленные вот эти вот новые какие-то площадки, в общем, все бурлит, нам нужно почаще выходить в эфир, обсуждать эти темы, потому что, я думаю, еще год назад люди просто падали в обморок вообще от самой идеи о том, что вот наша Россия разваливается, не могли даже вообще воспринимать, сейчас совершенно другая ситуация, уже люди готовы слушать и говорят очень много об этом, недаром нас в Бурятию назвали как, кем? в Новостях. Само-сепаратическим регионам? Да, 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 вот плоды наших общих усилений, да. Ну, давайте, может быть, мы, в принципе, же в начале планировали и поговорить о трэболизме, просто сейчас время уже, наверное, ограниченное, не будем мы затягивать это видео, я думаю, может быть, в следующий раз или какие-то давайте, очень интересное поговорим на эту тему, потому что, на мой взгляд, эта тема такая немножко то ли специально, то ли, может быть, не специально, но она такая, запутали ли ее, да, вот, это раз, во-вторых, там, выводы какие-то такие не совсем, на мой взгляд, верно делаются, вот, поэтому на эту тему тоже хотелось бы поговорить немножко, внести ясность, потому что я вот слушал там эфиры, которые там у Ладаева делал и тот и Циренов делал, они саму проблему ставят, а как, 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 каким путям это все избежать, их рецептов нету, то есть, ну, эта тема, она как бы известная, мы ее давно-давно знаем, что она есть, вот, другой вопрос, как с этим бороться, во-первых, надо, чтобы бороться, надо понять, откуда это все появилось, и тогда уже появятся какие-то рецепты, как это все для него преодолеть, вот, поэтому... Отлично, мы прямо сейчас анонсируем тогда следующую тему. спасибо огромное, Игорь, уважаемый Игорь, за то, что пришли на наш эфир, поделились с вашими мыслями. Я думаю, что это наша первая встреча, и за ней последует следующая встреча. Мы сегодня затронули много разных тем. Это была и тема о создании республиканской, о создании бурятмонгольской партии, это были мысли о том, какое должно быть образование, какова должна быть система образования, в нашей новой стране независимой, бурятмонголии, вот, о нашей национальной идее. Я думаю, что мы просто затронули эти вопросы, но я думаю, что в глубину мы будем о них разговаривать дальше на наших следующих эфирах, и мы зовем вас уже заранее на этот следующий эфир. Спасибо огромное еще раз. До новых завтра, Берте. Спасибо вам, Берте. Да, Берте. субтитры, субтитры,